Дорогие братья и сестры, приветствую с именем нашего Господа Иисуса Христа. Дресуя ваше внимание, я хочу прочитать из Слова Божьего, из 29-го Псалма, 7-й, 8-й стих. 29-й Псалом, 7-й, 8-й стих. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо свое, и я смутился. Также хочу прочитать из 30-го Псалма, 23-й стих. «В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к Тебе». Также хочу взять еще из книги Исаии, 54-я глава, 7-й, 8-й стих. «На малое время я оставил Тебя, но с великою милостью воспряму Тебя. В жару гнева я сокрыл от Тебя лицо мое на время, но вечной милостью помилую Тебя, говорит Искупитель Твой Господь». Я думаю, что каждый из нас помнит момент нашего покаяния. У кого-то произошло в молодые годы, у кого-то более в преклонном возрасте, у кого вообще в старческом возрасте. И каждый из нас помнит ощущение такой радости, вдохновения, стремления служить Богу, рассказать всем. Кажется, рот не закрывался, душа была открыта всему и во всем. Но как бывает в этой жизни, проходит определенное время, и эта первая любовь угасает. Постепенно, помаленьку, потихоньку. Мы сейчас живем в опасное время. Живем в стране изобилия. Вроде бы хватает всего. Столы полные, но душа почему-то беднеет. С каждым днем, с каждым годом. Мы живем в опасное время. И в Евангелии от Матфея говорится, «По увеличение беззакония во многих охладеет любовь». И действительно, так бывает в нашей жизни. Когда мы покаялись, когда мы начали нашу христианскую жизнь, мы были исполнены веры и надежды. У нас не было сомнения, что Господь выполнит все, что обещал, обеспечит нас всем необходимым и будет использовать нас для своей славы. Но проходит время, и мы начинаем ощущать молчание Бога. И бывает иногда кажется, что Господь не говорит уже с нами. Его обещания в нашей жизни не выполняются. Мне очень нравится Псалом, мой любимый Псалом. «В часы тревог, уныния и сомнения». И там есть такие замечательные слова из дохристианского Псалма. «Но мне порой так тяжело бывает, что, кажется, оставил Бог меня». И возникает сразу же вопрос. Что же произошло? Почему временами мы молимся, молимся? У нас стоит какая-то проблема, и мы не получаем ответа на молитву. А со временем посмотришь, и нет прежнего общения с Богом. И временами хочется сказать словами пророка Иеремии. «И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». Я думаю, что у каждого из нас есть на то свои причины. Когда-то Господь сказал Давиду, «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». «Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду». Но что же случилось с Божьим обещанием в дальнейшем? Кажется замечательная слова. «Я поклялся святостью моей Давиду». Но проходит время молчания, тишина, Давид в смятении. И он стоит, плачет, но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. То же самое происходит и с нами. Когда мы считаем, что Господь оставил нас и забыл нас. Мы люди. И потому со временем мы теряем уверенность и надежду, и в отчаянии взываем. «Господи, Боже, почему Ты молчишь? Может, я не сознаю своё греха, и поэтому Ты убрал свою охраняющую руку от меня?» И думаешь, Господи, посмотришь на окружающих людей, как-то у них всё в жизни получается. Говорят по-мирскому, катится, как сыр в масле. Ни проблем у него, ни переживаний. А тут, когда у моей мамы была такая хорошая белорусская пословица, говорит, «Сынок, у людей до груди, у меня до пупы и то скупы». Так получается в нашей жизни. Действительно, бывает так. И думаешь, Господи, ну почему со мной? Ну почему молишься, не получаешь ответа на молитву? Но когда начинаешь внимательно читать Слово Божье, Библию, то успокаиваешься. Потому что ты находишь множество примеров мужей Божьих, которые были в подобной проблеме, в подобной ситуации. И я начну с Иисуса Христа. Давайте вспомним Голгофу. Что написано в Матвее, 27 глава, 43 стих. Когда проходили люди и говорили ему, «Уплывал на Бога, пусть он теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий Сын». Действительно. И Иисус Христос надеялся на Бога. Они говорили, он надеялся на Его. И действительно, Иисус надеялся тогда, когда была тьма. Он надеялся до смерти, до смерти крестной. Он надеялся, входя в Иордан, в Гефсимании. И каждый раз открывалось небо, и благоволение Божие сияло над ним, видимо. Мы, заметьте, Иисус не мы. Иисус исполнил в послушании волю Отца. Но вдруг, в последний момент, что мы видим? Небо закрылось. В Гефсимании с ним был только один ангел. У креста во время распятия у него был только один ученик и несколько женщин. Тот ученик даже все равно убежал. Так что враги вправе могли сказать. Смотрите, до чего довела его вера в Бога. Подобное смятение случается и с нами. Когда ревность о воле Божией достигает определенной высоты, благоволение Божие как бы задерживается. Я думаю, каждый ощущал, христианин это в своей жизни. Умение надеяться на Бога в темное время требует от нас более великого усердия, чем в светлые дни. Это действительно так. Давайте вспомним Авраама. Мы читаем в книге Бытие в 15 главе. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Бог конкретно ему сказал. Ты можешь сосчитать звезды на небе? Нет. Вот столько у тебя будет и потомков. Потом он дал ему обещание, что уйди из Ура Халдейского, я дам тебе обетованную землю. Прекрасное обещание. Потом даже сказал ему, что нужно пронести жертву. Давайте вспомним, какая была жертва. Мы разбирали на разбор слова. Три телица, три овна, голубь, горлица. Авраам все сделал в послушании. Рассек животных, сидит и ждет. Но проходит определенное время, ничего нет. Вот уже и тьма постигла. И мы видим, что мрак и ужас окутал Авраама. Он принес жертву по указанию Бога и ждал, что Бог примет жертву и обновит завет. Но что же случилось? Он видит, как птицы клевали жертву, и Аврааму оставалось только одно – отгонять их. И только с наступлением темноты Бог заговорил с ним и принял его жертву. Подобное случается и с нами. Как же необходимо тогда нам иметь ту живую надежду? Кажется порой, что вот мы уже у цели, а она далеко. Кажется, что закончились испытания в жизни, как в дух приходит еще большее и еще более трудное. И кажется, что Бог забыл тебя. Все это постигает нас. Я знаю почему. Потому что, чтобы мы имели совершенное действие. В послании Таакова написано, чтобы мы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. А как нам не хватает этого терпения? Я знаю по своей жизни. Как не хватает времени дождаться ответа от Бога? Все хочется ускорить. Все хочется задать вопрос. Почему? Зачем? Ну, я понял в своей жизни, уже немало лет прожил, что Богу никогда не нужно задавать вопрос. За что и зачем? Потому что Бог знает. Давайте вспомним разбойника на кресте. Хороший пример. Сразу возникает вопрос. А почему покаявшийся разбойник так привлекает многих грешников? И почему так много людей, например, этого человека, каятся и приходят к Господу? Вопрос, ответ прост. Он поверил в Бога и в Сына Его в самое темное время, когда все окружающие поносили Иисуса Христа. Мы видим, что эту надежду разбойник получил, взирая на страдающего Христа. Мы, как христиане 21 века, мы призваны быть свидетелями Христа и Его победы. Но почему этого не случается? Потому что так мало побед в нашей жизни бывает. В самых ничтожных ситуациях, в самых ничтожных случаях. И именно поэтому, когда нет побед, когда засасывает обыденность, повседневность, работа, заботы, проблемы. Поэтому Бог временами и оставляет нас на короткое время и перестает нам отвечать. Еще одна проблема нас, как христиан, что мы смотрим на все с человеческой точки зрения, а не с Божьей. А сколько причин у Бога, чтобы молчать? Я думаю, что этих причин у Бога много по отношению к нам. Но я хотел бы рассмотреть некоторые из них. Первое. Молчание Бога может быть следствием того, что Он уже говорил с нами и сказал все, что нам нужно. как можно обменять Бога в молчании, когда нам Он оставил 66 посланий и тысячи стихов. Он нам оставил книгу, эту священную книгу, которая дает ответ на все проблемы в нашей жизни. Он сказал все в этой книге, все, что нам нужно. И нет причин повторять сказанно. Библия говорит, что однажды Бог сказал «Да будет свет!» И отделил Бог свет от тьмы и назвал свет днем а тьму ночью. Написано в книге «Бытие» 1 глава 3-5 стих. И с тех пор мы видим, проходят тысячелетия, но непрестанно день сменяется ночью. И Богу уже нет необходимости повторять то, что было им сказано. Просто нам нужно тщательно изучать Слово Божие и находить ответы на все свои жизненные вопросы именно в книге Библии. Бог не говорит с нами, потому что для выполнения его обещания назначено специальное время. Давайте вспомним Иосифа. Господь дал замечательное обетование Иосифу. Он сказал ему, что он получит власть и силу, но, что удивительно, он не открыл время исполнения данного обетования. Он не рассказал наперед Иосифу, что его продадут братья, что он очутится в ужасном рабстве, что его заключат в тюрьму из-за женщины и других испытаниях. Бог ему наперед не сказал. пройдет очень много времени и много испытаний, только потом придет ответ на молитвы Иосифа. Он станет главным советником фараона, вторым человеком в Египте. и сразу подумаешь, наверное, хорошо, что Бог в нашей жизни не открывает нам всего, что должно с нами произойти впереди. Мы, наверное, этого не выдержали. Мы находились бы в непременном страхе, в непременном волнении. И, наверное, хорошо, что мы не знаем, что будет с нами. И это действительно замечательно. У Бога свои планы. И Слово Божие конкретно говорит ваши мысли, не мои мысли. Это действительно так. У Бога свои планы. Иногда Бог не исполняет наши просьбы, потому что мы еще не готовы. Нужно подождать. А действительно, как тяжело ждать. Говорят, что очень тяжело ждать и догонять. Это действительно так. нам не безнательно знать, когда это будет. Необходимо только верить, ждать, надеяться и пребывать в Боге. Пророк Аввакум сказал, ибо видение относится еще к определенному времени. Говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Какие замечательные Божьи обетования. Третье. Бог молчит, потому что уже ответил нам, но по пути встретилась преграда. Произошли события, которые задерживают Божий ответ. И я нашел такой пример из Библии. О нем написано в книге Даниила, 10 глава, 12 стих. Мы вспомним, что Даниил постился и молился в течение трех седмиц дней, ожидая ответа от Господа. Но ответа не было. Сколько нужно было терпения, сколько было надежды, было обещание, было обетование, ничего не исполняется. И вот проходит определенное время, а Даниил в пример нам умел ждать. И Бог посылает ему ангела. И что говорит ангел? Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим. Слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. Препятствия на пути ответа Господа могут быть самые разные в нашей жизни. Я не говорю про Даниила. Неправильное наше поведение, неправильный образ мысли. И самая наша большая проблема, когда в нашем пути встречаются препятствия, я в первую очередь говорю о себе. Мы стараемся найти утешение и совета у людей. Спасить у того, спасить у этого, что ты мне посоветуешь, что ты мне посоветуешь. Когда мы начинаем болеть, мы все верующие люди, но почему-то все бежим вызывать скорую. И сразу оправдываем себя. Ну, так Господь же создал врачей для того, чтобы лечить нас. И сразу возникает вопрос, ну, а где живая вера, которая должна горе переставлять, реки высушивать? Нету той веры, нету той силы. и самое интересное то, что когда уже нет никакого выхода, когда советы друзей не помогают, когда в жизни ничего не получается, и в самый последний момент критический, когда уже нет помощи ни от кого, мы приходим к Господу. Идем к Нему. Четвертое. Бог использует свое молчание, чтобы привлечь наше внимание к Нему. Бог часто использует молчание, чтобы мы не забывали о Нем в жизненной суете. А как часто забываем мы его? Как часто забываем помолиться, почитать Слово Божие? У нас куча дел, у нас куча планов, мы все заняты, мы все в суете, в переживании каком-то, мы слишком заняты, мы торопимся, мы спешим. У Господа есть средства, чтобы остановить нас. Он испытывает нас. Он посылает болезни, переживания. Обратно хочу обратиться к Писанию и вспомнить о Давиде. Что Бог дал обещание Давиду, что его род будет утвержден на вечное царство. И действительно, в юности Давида сопровождали великие Божьи благословения. На него сходил Дух Святой и давал ему побеждать льва. Юноша побеждал льва, медведя, а тут вышел на сражение и победил филистимского великана. Казалось, Божьим дарам и обетованиям не будет никакого конца, но наступает момент тишины. Бог перестал говорить с Давидом, как написано в Слое Божьем, на малое время я оставил тебя. И мы видим, что Давид начал испытывать неудачи и поражения, терять уверенность и силу. Он утратил веру в то, что Господь обещал ему раньше. И начал жить своим разумом, сам решать свои проблемы и надеяться только на свои силы. И уже дошел до крайней черты. И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. И встал Давид и отправился сам из шестьсот мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гевскому. Но вскоре проходит определенное время. Фактически Давид предал свой народ, он стал предателем, и это мучило его. И вот доходит до него, что жить по своей собственной воле приносит только поражение и глубокую печаль. И тут же он вспомнил и Божьи обетования, и он вернулся к источнику своей силы, к Господу. Вот приходит критический момент. Он приходит со своими воинами в разграбленный амаликитянами Секелак город. Его скорби нет предела, его мучает совесть, он в отчаянии, он в отчаянии, город сожжен, жители уведены в плен. Войны, видя такое надругательство над городом, собирались побить Давида камнями, обвиняя его в том, что случилось и во всех своих несчастьях, читаемых в первой книге царств 10-й главе. И вот этот критический момент. В отчаянии Давид вспомнил Господа, его обещания и верность его, и обратился к нему за помощью. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. Мы видим, что за столь долгое молчание Давид наконец-то услышал голос Бога. Я не знаю, сколько прошло времени, потому что к Аврааму Господь не обращался 14 лет после его согрешения. И мы видим, он укрепился в надежде и одержал победу. Во время молчания Бога не нужно пытаться делать самим то, что Он обещал нам. Давайте вспомним замечательное слово. Не в воле путь человека его, и не во власти идущего давать направление стопам своим. И когда у нас бывает временами возмущения, когда нам кажется, что нас несправедливо обидели, нас обошли, как написано в Салме, и горело сердце мое, терзалась внутренность моя, мы должны вспомнить книгу Исай, где конкретно написано «Ты черепок из черепков, скажет ли Глина горщичнику, что ты сделал, и скажет ли дело твое, у него нет рук». Прочитаешь это и успокоишься. «Мы думаем, что мы руководим своей жизнью, мы думаем, что мы строим свои планы, а на самом деле так не бывает». И потому написано Слой Божий, «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй, то и другое содел Господь, чтобы человек ничего не мог сказать против Него». Надо набраться терпения. Как его не хватает. А терпения должны иметь совершенное действие. Надо научиться ждать. Надо научиться надеяться. Надо всегда вспоминать, когда нам тяжело, как Бог был верен нам во многом. Как не раз помогал нашей жизненной ситуации. Как Он помогал нам, как проводил нас через всякие жизненные трудности, ситуации. Опыт жизни подтверждает, что основная проблема в среде христиан это великое неверие верующих людей, которое ведет к потере внутреннего мира, непослушанию ему, погружению в земные заботы и переживания. Мы всегда имеем возможность упражняться и возраст вере, надеясь на верность Божию и не заботиться ни о чем. Послание к филипийцам написано. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И Бог, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Замечательное обетование. Как бы ни были велики наши трудности, нужды, переживания, оси написано «Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд и уповай на Бога твоего всегда». И тогда в конце концов мы убеждаемся в том, что делали не напрасно это. Не напрасно надеялись на Бога. В свое время Господь нам пошлет свою помощь, ведь у него десятки тысяч способов и путей для достижения этого. А что же нам? А наше дело в детской простоте изливать перед ним свое сердце и с терпением ожидать, упражняться в искреннем словословии Господа и постоянно говоря себе уповая на Бога. И тогда к написанию Матвея будет «И по вере вашей будет вам». И в заключение не теряйте надежды, верьте в Бога, что Он не забыл нас. Обращайтесь к Нему, продолжайте говорить с Ним, когда Он молчит, и радуйтесь в Нем, и не переставайте верить, что бесчание им будет выполнено. Аминь. Приклоним наши новые колени. Редактор субтитров